В детском саду «Снежинка» уже пятый месяц продолжается ремонт. Это второй этап масштабной реконструкции образовательного учреждения. Когда же детский сад примет своих воспитанников, знает Эрнест Бавшин. Ремонт детского сада «Снежинка» начался в мае. Подрядной организации предстояло полностью обновить фасад здания и обшить его металлосайдингом. На сегодняшний день все наружные работы завершены. Выполнены работы именно по устройству фасада. Детский сад стал не только ярким, красочным, современным, но и теплым. В подвальном помещении полностью заменена инженерная инфраструктура. В группах установлена новая сантехника, радиаторы отопления. Мы понимаем, что «Снежинка» работает уже 30 лет. И все устаревшие нормы технические и строительные, тогда, когда мы приспосабливали это учреждение, они требовали замены. Поэтому поменяли кафель на полный и на стенный, сантехническое оборудование. Это все занимает достаточно большой объем времени. Особое внимание вопросам безопасности. Прилегающая к детскому саду территория огорожена новым забором. Модернизировано освещение. Современные светодиодные лампы освещают весь участок. Все ремонтные работы планируется завершить к 30 сентября. А учебный процесс начнется 9 октября. К открытию воспитатели готовят праздничную развлекательную программу. «Мы знаем, что ребята и родители очень соскучились по нашему детскому саду. Традиционно в этот день у нас тематический день, день праздничный. Всех секретов мы, конечно, раскрывать не будем. Но начиная с приема детей и в течение дня будут проводиться ряд различных мероприятий. Мы думаем, что детям будет весело, радостно. Они с удовольствием будут ходить в наш детский сад». Ремонт производили и в других образовательных учреждениях. Объемы везде разные. Где-то провели косметический ремонт, а где-то полностью реконструировали целые помещения. «Ремонтная кампания у нас во всех учреждениях в основном завершена. И действительно ремонт в этом году проводился по нескольким основным направлениям. Первое направление – это решение всех предписаний надзорных органов. И это касалось облицовки кафелем стен, как раз то, что вы говорили по первой школе. Замена напольного покрытия, замена секционных ванн, замена туалетных комнат». Другое объемное направление работы – это установка на пищеблоках масложироуловителей в тех образовательных учреждениях, где их не было. На всю ремонтную кампанию было выделено более 30 миллионов рублей. Эрнест Бавшин, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин